Всем привет! Вещают! Могилевские хроники! В текущем 2024 году исполнилось 80 лет с момента освобождения Республики Беларусь от нацистских оккупантов. Повестка этой темы будет актуальна еще долгое время, поэтому важно сохранить историческую правду. Мы поговорим об одной из самых мрачных страниц Могилева. Шталаг под номером 341 или Луполовский лагерь смерти, тысяча мирных горожан и пленных. К осени 1941 года на территории Могилевской области устанавливается новый оккупационный уклад жизни, предусматривавший массовое уничтожение мирного населения. Для этих целей была создана целая разветвленная система тюрем, лагерей и гетто. Концентрационные лагеря стали новым и массовым явлением на белорусских землях. В лагерях содержались люди по расовым, политическим и религиозным мотивам. В таких местах существовал особо жестокий режим содержания заключенных в целях эксплуатации их труда и постепенного физического уничтожения. Отличительной чертой стало ношение специальной одежды и наличие специальных знаков и номеров. Создавались и другие места принудительного содержания, так называемое гетто, куда насильно помещали евреев в целях изоляции их от остального населения. Создание лагеря для военнопленных на территории Могилева было обусловлено взятием в плен большого количества защитников города. Сначала в Могилеве в августе 1941 года на Лупалово на территории аэродрома и авиагородка был организован ДУЛАК номер 185, прибывший из города Столбцы Минской области. ДУЛАК – это транзитный временный лагерь, куда военнопленные поступали из армейских сборных пунктов. В этом лагере военнопленных сортировали и отправляли далее в тыл, так называемые «шталаги» – лагеря уже постоянного пребывания. ДУЛАК номер 185 просуществовал до декабря 1941 года, после чего на его базе был сформирован известный в литературе «шталаг» под номером 341, подчинявшийся 286-й охранной дивизии для военнопленных рядового и сержантского состава Красной Армии. Осенью 1941 года здесь уже содержались десятки тысяч человек. Оккупировав город, немцы всех военнопленных, в том числе и мирных жителей, вначале согнали в Казимировку. Командиров и комиссаров, которых смогли выявить, расстреляли, а остальных направили. Через пять дней, отпустив всех невоеннообязанных военнопленных, отправили в Могилев, в спешно оборудованный лагерь Налупалова. Осенью 1941 года здесь уже находились тысячи бывших военных. Первое месяце существования лагеря многих узников спасли жители Могилева. Горожане приходили к охране и выкупали военнопленных, или узнавали в них родственников, а потом с разрешения часовых забирали к себе домой. Позднее некоторым заключенным помогли подпольщики города, которую обслуживали лагерь, вывозили их под видом мертвых и переправляли в партизанские отряды. Каждый день к Лупаловскому лагерю приходили могилевские женщины. Они приносили узникам еду. Через колючую проволоку перебрасывали узелки с хлебом, картошкой, луком или вареной свеклой. Сперва немецкие оккупанты разрешали приходить женщинам, но позже принесенную ими еду вырывали из рук и бросали в грязь. Самих же спасительниц избивали палками, но несмотря на это они все равно приходили вновь. Зимой кроме еды приносили и одежду, одеяло. Одной из спасительниц была могилевчанка Прасковья Дериба. Под видом монахини она прорвалась в лагерь, якобы исповедовать узников перед смертью, и приносила им еду. Ее не раз били охранники, калечили, арестовывали, но она возвращалась сюда вновь и вновь. Сохранилось немало свидетельств о страшной участи пленных. С первых дней нацисты прибегли ко всем мерам гуманности, содержали узников в страшных антисанитарных нормах, пытали, морили голодом, расстреливали. Были убиты военнопленные и состава политических работников Красной Армии, лица еврейской национальности. Нацисты обнесли территорию колючей проволокой с электротоком и поставили охрану. По отдельным оценкам, здесь в течение трех лет содержалось до 70 тысяч узников. Некоторое время здесь до отправки в Германию находился бывший командир 172-й стрелковой дивизии генерал-майор Романов. Но вышеупомянутые вольности были только в начале, затем режим содержания был значительно ужесточен. Большая часть военнопленных содержалась под открытым небом. Кормили заключенных один раз в сутки баландой из картофельной шелухи и неочищенной свеклы, что вызывало инфекционное заболевание и, как следствие, большую смертность. Воды для питья не было. Людей, как скот, гоняли на водопой к Днепру. Были случаи убийства отдельных узников за то, что они пытались подобрать хоть какую-то еду с земли. Передача местного населения принимать уже не разрешалось. С наступлением холодов в ноябре 1941 года здесь умирало по 20 человек в день, а зимой уже 1942 по 100. Во время сопровождения на работу ослабевших и отстававших узников расстреливали. От жестокого режима, голода, холода, большой скученности, антисанитарии и ТИФа ежедневно уже умирало до 250 человек. Трупы умерших зарывали здесь же, вблизи лагеря. В 1943 году, когда Красная Армия приблизилась к Могилеву, лагерь был расформирован. Оставшихся в живых заключенных отправили уже в другие лагеря. Однако с первых дней военнопленные совершали отчаянные попытки вырваться на волю. Так лейтенант Тананайка со своим взводом оборонял Днепровский рубеж у Быхова и отступал к Могилеву. Последние дни обороны был свачен нацистами. Мужество не покинуло офицера. Вместе с бойцом своего взвода он совершил побег. Нацисты преследовали их совчарками, однако им удалось добраться до Днепра и уйти от погони. Юный подпольщик Козырев, вспоминая о своей антинацистской деятельности, проводил факт о помощи в побеге из лагеря двухузников Белокурова и Высоцкого. Сохранились воспоминания очевидцев, чьи родственники попали в лагерь смерти. Из воспоминаний Киреевой Екатерины Федоровны, 1925 года рождения. В конце января 1943 года меня забрали из дома немцы. Было нас много молодых людей из Межисеток и Черноземовки. Целая крытая машина. Всех привезли в кинотеатр «Червоная зорька». От машины до двери такие деревянные заграждения, чтобы мы шли один за другим и не разбежались. Так и переночевали. На завтра приехала машина. Всех погрузили и повезли на бывший аэродром. Прямо в лагерь для военнопленных на Лупалово. В лагере были навесы, где когда-то стояли старинные самолеты, нас завели в баню, обстригли все волосы, что есть на теле и прожарили от вшей нашу одежду. Мы сидели в бараках с двухэтажными нарами. Дня через два нас погрузили в вагоны телятники и отправили в Германию. Из воспоминаний Войтенко Александры Ивановны, 1935 года рождения. До войны мы жили в Могилеве, в районе современной улицы Романово, недалеко от Серого дома. Наша улица называлась Кавалерийская, и там были только частные дома. Я хоть и маленькая была, но кое-что помню. В начале и конце войны, когда шли бои, мы прятались в землянке на огороде. Там был ров, и в нем вырыли углубление. Застелили его сеном, поставили по углам подпорки, и чтобы не ссыпалась земля, укрепили какие-то одеяла и покрывало. Там было много таких землянок, которые все прятались во время бомбежек, особенно ночью. Половина жителей на нашей улице выселили, кого в гетто, кого в другие дома. В наш дом переселили соседнюю семью, тетю Дусю с двумя детьми. В освободившихся домах жили немцы, которые ходили в обычной коричневой форме. Только в двух домах подальше от нас жили офицеры, которые ходили в черном. Это были эсэсовцы. Маму и всех соседок, тетю Дуню, тетю Маню и тетю Настю, немцы сгоняли с лопатами в концлагерь Налупалова, закапывая трупы. Они говорили, что когда приходили на следующий день, то еще шевелилась земля. Из воспоминаний узника лагеря Шаро Игоря Александровича следует, что его вместе с другими пленными пригнали в лагерь в октябре 1941 года. В обед дали 300 грамм хлеба и 450 грамм супа. Крупинки пшена плавали как крахмал, а вечером баланду вроде супа. Всю эту пищу брали с боем. Не было и дня, чтобы в этой бойне человек всем не погибало. Недовольных и ретивых немцы пристреливали. Из воспоминаний Арана Шпейра можно выяснить о страшной судьбе несчастных военнопленных, согнанных на берег Днепра. Первоначально территория не была обнесена колючей проволокой. Пленных охраняли усиленные патрули с собаками и с установленными через 15-20 метров пулеметами. Узники были представлены сами себе, без всякой медпомощи. В течение первой недели никакого питания не было. Были и факты спасения узников и вывода их в лес. Из воспоминаний Низовцова Вероники, уроженки деревни Ракузов Катишовского сельсовета Могилевского района, в лагерь привозили воду с бочкой с двойным дном, куда затем помещали пленного и вывозили из лагеря. Были случаи подкопов под оградой с колючей проволокой. Узник Владимир Румянцев писал в дневнике, зимой 1942-го счет шел уже на сотни. Это был самый страшный период, когда погибло до 75% пленных, это около 35-38 тысяч человек. Историки придерживаются мнения, что нацисты уничтожили тут более 40 тысяч человек. Помощник командира взвода 443-го полка 20-го стрелкового корпуса Дереник Франгулян, находившийся здесь с 1941 по 1943 год и сумевший с третьей попытки бежать, вспоминал, в один из дней пригнали несколько десятков тысяч красноармейцев. Регистрации не было, как собакам вешали бирки на шею. Вырвавшегося из лагеря плена Максима Куприна уже в живых нет, но его внучка Илона Копельчик вспоминает следующее. В 1941 Максим Куприн участвовал в обороне Могилева, служил шофером в 110-й стрелковой дивизии. Однажды нарвался на немецкий патруль, оказался в Луполовском лагере. Пробыв там два дня, осознал, если не сбежит, умрет от голода. Заметив, как с территории выходит человек в черном комбинезоне с ящиком для инструментов, дедушка, у которого был точно такой же комбинезон, рискнул пойти следом. Потом рассказал, что слышали крики часового, каждую секунду ждал выстрела в спину. Куприн стал пулеметчиком в отряде Османа Касаева. Победу встретил в Берлине шофером грузового Студебекера. Могилевчанин Сергей Веренев знал, что его деда Ивана, дежурного по железнодорожной станции Могилев-2, нацисты казнили за передачи подпольщикам ценных сведений о перемещении немецких частей. В книге дочери подпольщицы Ольги Живописцевой написано, 14 августа 1943 года немцы организовали в их квартиру облаву. Забрали ее бабушку, маму, младшую сестру Дину, связного Ивана Веренева. Жестоко пытали и убили. В 1944 году после освобождения Могилева по решению городских властей останки извлекли из траншей и перезахоронили. Так возникло братское кладбище. В 1948 году установили скульптуру коленопреклоненного солдата. В 1984 году к 40-летию освобождения Могилева был открыт мемориальный комплекс. Скульптуры с бетона высотой 2 метра, постамент из кирпича высотой 1,2 метра. На могиле воинов скульптура солдата с автоматом. В настоящее время на территории бывшего Луполовского лагеря смерти, на братском кладбище, в памяти погибших и замученных в лагере советских военнопленных и мирных граждан возведен мемориальный комплекс архитектора Николая Янчика, символизирующий память, скорбь и торжество победы жизни над смертью. На территории бывшего лагеря смерти находится братская могила советских солдат. В ней захоронены 53 воина, погибшие в июне 1944 года в боях против вермахта на подступах к Могилеву в районе Луполова. Среди них воины 238-й дивизии 121-го стрелкового корпуса 50-й армии и 369-й дивизии 62-го корпуса 49-й армии 2-го Белорусского фронта. В настоящее время мемориал представляет собой внешнюю и внутреннюю закрытые части. Ограниченная стеной внутренняя часть включает нишу с вечным огнем. В правой боковой части находится памятник и пять мемориальных плит. На плитках высечены установленные имена погибших, в том числе защитников обороны Могилева, воинов, погибших в ходе освобождения Могилева. На центральных плитах запечатлены имена бойцов Красной Армии, которые были пленены и здесь погибли. Внешняя часть мемориала представлена стелой, две бетонные вертикали соединены в нижней части перемычкой, в верхней разорванной решеткой, символизирующих мужество узников. Одна из мемориальных плит запечатлена именами пятнадцати воинов с воинскими званиями. При входе в закрытую часть мемориала ДСК с надписью гласит «Люди, остановитесь, склоните головы над прахом тех, кто принял мученическую смерть от фашистских извергов в концлагере», который в 1941-1943 годах находился в этом месте. Память о жертвах – напоминание живым об их долге не допустить подобной трагедии. Всего, по разным подсчетам, количество погибших от деятельности Луполовского лагеря смерти составляет 40 тысяч человек. Воспоминания узников Шталага, очевидцев-зверст-нацистов, собирают могилевские историки. Благодаря им на сегодняшний день установлено около 600 фамилий военнопленных. И эта работа продолжается.